Друзья, привет! Полюбуйтесь на это. Герасимов доложил пересиденту, как освобождались за три дня Курскую область, как он обещал. Ровно как и Киев брали. Посмотрите на лицо. А ситуация в Курской области сейчас такая. Люди в костюмах цвета хаки. Наверняка нужно отметить переодетые диверсанты. Обнесли известный всем маркетплейс Вайлдберрис. Посмотрите, как красиво работают. Так, это у нас книги по саморазвитию. Это нам не надо. Это так, это не унитаз. Тоже мимо. А это что такое круглое резиновое? Это мы берем. Испандер, конечно же, очевидно попался для тренировки. Силы сжатия. Движения четкие, отточенные. Сразу видно, профессионалы. Опыт имеется. Ох уж эти переодетые диверсанты. Владимир Васильевич, там украли три магнитофона. Три кинокамеры заграничных. Три круглых продолговатых испандера. Куртку замшиваю. Три. В Курской области уже вынесли мегафон. Вынесли Вайлдберрис. Осталось вынести Озон и ВСУ. А это видео для тех, кто переживает, что там с жителями Курской области. И с той части, которая сейчас и под контролем ВСУ. А что думаете об украинских военных? Вот они сейчас с вами в ВСУ. Я не ожидала, что такое отношение будет, но ребята молодцы. Им большое спасибо. Они и на новую воду спрашивают. Никто нас не обижает. Ну, мы рады, что они будут рядом. Что мы нуждаемся, они все привозят. Это да. По телевизору рассказывали, что нас будут мочить. А здесь пришли. И они рядом постоянно. И воды привозят, и поесть привозят. И все, что нужно. Спрашивают, как у нас дела. По телеку вот эти кадры и не покажут. Будут рассказывать сказки про распятого мальчика в трусиках. А вот это нет. Ни в коем случае. Я вообще к властям не особо отношусь. положительно, потому что каждая, все во власти только для себя. А о народе никто не думает. Это хорошо, что вы привезли нам и поесть, и хлеба, и воды. Разрешают ходить везде, и по магазинам ходить. А что думаете об украинских военных? О, ребята вообще мы к ним и по магазинам возили нас на машине. Эксперты у Соловьева рассказывали, что нас в Европу продадут. Тушенку из нас делают. А нас на машине по магазинам возят. Собственный зять так не возил. Конечно, найдутся сейчас люди, которые скажут, что это все снято на показ. Постановочных видео мы, конечно, видели массу. Так что, если судить по этим кадрам, то я искренне верю, что это не постановка. Давайте просто порадуемся за курян, что живые, что кормят и поят, и что, может быть, что-то дойдет. Но это не точно. Но единственное, что точно до них не дойдет, это посылки с Вайлберс. А что там по целям так называемой СВО? Про так называемую деноцификацию уже многие даже официальные пропагандисты особо не говорят. А это Москва. Мать освободителя, которая отправила его туда собственными руками, села в такси. А в такси парень, так сказать, восточной внешности. И вот послушайте, что говорит мать деноцификатора. Катает меня 20 минут, блядь, по одной точке. За это время не то, что Новоясенецкий, я уже там должна быть. Ублить, блядь. Понаехали. Твари, блядь. Жалко мой сын пока на войне. Нужно ему вернуться сюда и отстреливать, блядь. Какого хуя ты меня катаешь по кольцу-то, блядь, а? Что твой навигатор показывает? Где мы, блядь, сейчас? Я очень хорошо знаю, где Новоясенецкий проспект находится. И где Московский находится. Все сказали, нужно в тоннель было ехать, блядь, а? Наши твой. Что ты мне, ебал, сейчас включишь? Денег, хуя, получишь. Бра, блядь. Я хуя, блядь. Катает, блядь. Тебе точка поставили, а там от нас все. Если хочешь, выбег от мужчины. Хорошо. Я отправила сына на динансификацию. Сейчас езжу на выплаты его. В такси себе наконец-то могу позволить. Но раз меня везут в такси, а не на маршрутке, то ты должен везти меня так, как я этого хочу. Княгиня московская обыкновенная. Мать динансификатора. Теперь полюбуйтесь на эту красоту. Видео от подписчика. Только воздуха задержите поглубже, а то речь идет о ядерном сдерживании. Это Магаданская область, недалеко от международного аэропорта Магадан. Ядерное сдерживание. Единственное сдерживание здесь – это плакат. Сейчас его сними, и здание развалится. Освободитель жалуется, что его с выплатами обманули. Просто кинули. Прямое видеообращение Верховного главнокомандующего Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Настолько прямое, что это видеообращение даже на бумажке распечатают и ему лично принесут. Не сомневайтесь. Видеообращение от всех бойцов, защищающих рубежи нашей необъятной Родины на Белгородском направлении. Все воины, которые стоят на Белгородском направлении, в феврале месяца, в марте месяца получают зарплату по 30-40 тысяч. Офицеры чуть побольше, 60-70. Но есть люди, которые получают и по 15 тысяч. Мы, контрактники Российской Федерации, подписывали контракт. Увидев рекламу. Дружище, а ты видел рекламу, как сначала в рот закидывают две жвачки, а потом на окно дышат, и там лед? По секрету тебе скажу, если так сделать, никакого льда там не будет. Также в рекламе показывали, что для укрепления яиц нужно их намазать зубной пастой. Я про куриные сейчас, если что. Ну и еще рекламу шампуня показывали, от которого волосы растут, как на дрожжах. Но эту рекламу ты, наверное, не видел. На самом деле, это не реклама. Это поиск сотрудников, работников. В Министерство обороны предлагает оплату хоть в 210 тысяч. Служу под контракт. И дальше гособеспечение форма, отпуска и так далее. Вещи тут бои. А зарплата у нас 30-40 тысяч. На эту зарплату саму себя не проделаешь. Бесконечно можно смотреть на три вещи. Как бежит вода, как горит огонь и как жизнь людей ничему не учит. Дружище, а вы в Белгородской области? Это Россия. И, кстати, четыре области, которые вынесли в Конституцию, по Конституции, это тоже на бумагах Россия. Мало того, Белгородская область, так же, как и Курская, не находятся в зоне боевых действий. Типа не находятся. Там режим КТО. А за режим КТО выплаты не предусмотрены. Спроси у срочников из Курской области. А теперь возьми две жвачки, пожуй и подуй на окно. Может быть, что-то дойдет. Кстати, говоря про срочников из Курской области. Сегодня произошел обмен 115 на 115. В Россию вернулись взятые военные под Курском. Эти кадры публикуют Минобороны. Пропаганда рассказывала, что взято буквально пару человек. 115 только обменены. Сегодня появилась такая информация. Сколько там еще, история, конечно, умалчивает. Посмотрите внимательно на эти лица. Это же Салабоны. Школьники вчерашние. И вот они границу охраняли. Границу воюющего государства. Подчеркну, в боевых действиях не будут участвовать солдаты срочной службы. Владимир Путин. Ну а дальше вообще какая-то красота. Соловьев обратился сам к себе. Биполярочка она такая. А всем тем, кто говорит, что враг слаб, деморализован, что у него ничего нет. Прекратите врать. Мы можем показывать сколько угодно, как ТЦК гоняет людей. Но при этом оно выполняет свою задачу и нагоняет достаточное количество в армию. А там это оказывается тоже крепкие мужики. Ребята, может быть кто-то знает Соловьева лично? Вы бы зашли к нему в гости, проверили, не нужна ли ему палата с мягкими стенками. У молодых бывших россиян, которые сейчас живут в Америке, спросили, хотят ли они вернуться в Россию. Вот что они ответили. Вернуться в Россию. Нет. Что вы думаете по этому поводу? Хотите? Нет. Какая причина самая главная? Будущее. Будущее? Ну да, будущее. А чем тут лучше? Ну я не знаю, просто лучше. Что здесь больше нравится, например? Школа. Люди. Минут лучше каранда. Ты хочешь вернуться в Россию? Нет. Почему? Там все русские, и я больше всего люблю язык по-английски. Потому что здесь очень красиво. И очень... Это самая дорогая страна. В России там у тебя бабушки, дедушки. Не хочешь вернуться? Нет, нет. Пускай лучше приезжают, да? Нет, спасибо. Я даже их не хочу. Бабушка с дедушкой там Соловьева целыми днями смотрят. Поэтому спасибо. Пусть они сидят сами в своей России. Дружище, да ты приезжай. Ты не знаешь всего кайфа. У нас, как и у вас, Ютуб тоже есть. Ах да. Уже почти нет. Посмотрите теперь на это. Подписчик прислал. Пенсионеры из-за гнивающей. Немецкие пенсионеры на таких машинах катаются. Дедушка с бабушкой. Нашел, чем хвастаться. Ну и сколько эта шушлайка стоит? Наши пенсионеры могут позволить себе кататься на трамвае. Ты видел, сколько трамвай стоит? То-то же. А я не прощаюсь. Товарищ? Товарищ.